Первый вопрос очередного комитета Думы по социальной политике сегодня касался лицензирования медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений. На сегодняшний день, пояснила начальник управления образованием Елена Пентегова, большинство школьных медицинских кабинетов уже имеют положительное заключение Роспотребнадзора. Теперь слово лишь за лицензионной комиссией. Что касается школы номер 13, то здесь все требования Роспотребнадзора приведены в норму. На это потребовалось более полумиллиона рублей. На сегодняшний день по четвертой школе подготовлен пакет документов заново. И он будет передан в ближайшее время в главный пакет документов заново. В четвертой школе идет исправление замечаний, которые нам предъявил Роспотребнадзор. В шестнадцатой школе тоже идет временная отсрочка. По остальным школам у нас находятся документы в Минздраве для процедуры лицензирования. И вот одна школа для активности управления. Исполняющая обязанности заведующей детской поликлиникой северной части города Татьяна Попова в свою очередь добавила, что медицинский кабинет общеобразовательных учреждений обеих частей города после лицензирования будет обслуживать Полевская центральная городская больница. Что касается шести школ, расположенных в сельской местности, то они по-прежнему останутся в ведении фельдшерско-акушерских пунктов и общеврачебной практики. Медицинские работники, которые закреплены за школами, которые в северной и южной части города, на сегодняшний момент в южной части города, значит, все штабные медицинские работники в северной части города. У нас в восемнадцатой школе фельдшер находится в декретном опуске, там на сегодняшний день совместитель. И тринадцатая школа осталась временно без медработника, у нас устраивается туда медицинская сестра, мы переплачем его вставочку, медицинская сестра устраивается в самое ближайшее время, у нас только стоит вопрос об определении. Медицинские кабинеты детских дошкольных учреждений сегодня тоже в процессе лицензирования. Напомним, что четыре детских сада санаторного типа уже имеют медицинскую лицензию. Еще пять заявлены на получение лицензии в этом году. По остальным детским садам, я не буду прочитать, как очень много, большая часть из них на сегодняшний день не имеют проектов, и, к сожалению, их набор помещений не соответствует современным требованиям санитарных норм и правил, которые мы должны иметь. Значит, здесь не соответствует как набор помещений, где-то нет изолятора, где-то нет врачебного кабинета, так и площадей. То есть площади кабинета и позволяет получить нам на сегодняшний день в лицензии положительное подключение, вот подряд на город. По предварительным подсчетам, проектно-сметная документация обойдется в среднем каждому детскому саду в 200 тысяч рублей. Радует лишь то, что в отличие от лицензирования школьных медицинских кабинетов здесь нет строго установленных сроков. Но нехватка площадей – это далеко не единственная проблема, с которой сегодня столкнулись заведующие детских садов. Нам бы желательно, конечно, лицензировать не до врачебной деятельности, а именно врачебную деятельность в медицинских кабинетах. Потому что если будет лицензирована до врачебной деятельности, это только чистая работа медсестры. Это самый режим, это кухня, отслеживание калорийности, функции, все такое. Моя медицинская помощь, если у нас дело оказывается, у нас только медицинская помощь, медикаментозная. Прием, осмотр, остро заболевших детей, все это мы не будем иметь возможности проводить. Еще один вопрос, которым сегодня обеспокоены депутаты – это эпидситуация по ВИЧ-инфекции. И снова говорили о том, что наш город на четвертом месте в области по количеству ВИЧ-инфицированных. Выявляются у нас ВИЧ-инфицированные в основном в возрастной группе 20-29 лет, это 43%, 30-39 лет – 42%. То есть, таким образом, работоспособное население наше молодое приходится на все эти ВИЧ-инфицированные. В сумме они составляют 5,7%. И сегодня же представители Управления культуры и Управления образованием отчитались о проделанной в прошлом году работе в части профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции. Плотно мы работаем с областным центром СПИДа. Все мероприятия были выполнены. Общий охват у нас прошел по учащейся молодежи в школе. Более 900 человек по студенчеству, это учащие из начального и специального профессионального образования, тоже порядка 900 человек, причем там привлекались еще и родители, и педагоги этих учебных людей. А еще сегодня городские депутаты заслушали информацию о реализации на территории Полевского городского округа программы «Старшие поколения» и о работе в зимний период дворовых спортивных кортов и катков. Татьяна Усынина, Константин Миронов. Новости нашего города.